Всем привет! Это вторая часть видео из школы проституток Лены Ланге. Мне их прислали, так что не парьтесь с те из вас, кто пытается меня найти в этих видео. Это не мои видео, я их не делала. Мне их прислали, я их сюда выкладываю. Ну вот, что мне ещё там написали? Мне написали, попросили прокомментировать то, что Лена вынесла в эфир по поводу того, что как бы уже выплыло про неё. Она сделала видео, где, ну, она врала там, я не знаю, сколько, минут 20. Я не смотрела всё, я посмотрела урывками. Ну, там, как обычно, у них это враньё, начиная с того, что она якобы ищет там какого-то себе мужа, который бы её по всем параметрам устраивал. Поэтому она как бы и ходила на свидание, когда жила с Майклом. Ну, вы прикиньте, это вообще нормально. Ты живёшь с Майклом, трахаешь его там 4 месяца и в то же время ходишь на свидание с какими-то другими мужиками. Но я не знаю, кто поверит в то, что этот человек действительно ходит на свидание там с кем-то и ищет себе какого-то мужа, который бы её устроил. Но ни одна нормальная таким заниматься не будет. Так, потом ещё, значит, мне вот прислали два видео, в котором Лена показывает этого своего хахаля Троя. И также на этом видео сознаётся, что она там ему наврала, что якобы ей там нужно лететь в Россию, потому что он хотел с ней встретиться. То есть она ему врала, что она живёт с мамой. То есть человек постоянно-постоянно врёт. Вот эта семейка, они врут постоянно, вот начиная с их шмоток, которые они выдают за какие-то там брендовые вещи. Но в реалии это, ну, дешёвые шмотки из оценёнки. Они стоят копейки в Америке. Так, ещё один такой технический вопрос я хочу затронуть, потому что меня очень часто спрашивают и часто обижаются. Вот смотри, я только написала комментарий, она его сразу же удалила и меня заблокировала. Я вам ещё раз повторяю, я никакие комментарии не удаляю. Все комментарии, которые куда-то исчезают, это все претензии предъявляйте Ютубу, потому что такое часто случается. Вы пишите комментарии, это случалось со мной тоже. Я пишу комментарии, он у кого-то пропадает. Почему Ютуб его удаляет, как и зачем, и как он фильтрует, я понятия не имею. Если кто знает, у меня не стоят никакие фильтры. Можете писать абсолютно всё, что вам нравится. Там, пишите, что я жирная, что у меня нет русского языка, что я вообще из деревни. Всё пишите, у меня не проблема с этим. Я это не удаляю, удаляет это Ютуб. Так что, если вы знаете, почему и как, и что с этим сделать, пожалуйста, дайте мне знать. Я попытаюсь это скорректировать, чтобы вы могли написать о том, какая я жирная, бедная и страшная. Ну вот эти два видео, получайте удовольствие. Да, нельзя, нельзя себя, это всё равно рано или поздно, если даже сейчас я себя проломлю, и я буду с ним, то всё равно. Но я всё равно с ним продолжаю общаться, мы с ним договаривались даже встретиться, но я это встречу, всё переношу, потом всё писал, ну как он написал мне, что я жду встречи с тобой, я вот съездил в командировку во Флориду, прилетел, сейчас вот опять сообщение от него пришло, он мне видео отправляет. Я, девочки, эти видео смотрю, я вам сейчас покажу. Хотите, видео смотрю его? И он, допустим, прислал мне видео, блин, я не могу его открыть. Вот я не могу смотреть на его лицо. Привет, хотите, покажу вам сейчас последний его видос, где он мне даже такой в конце, типа поцелуйчик отправил, типа надеюсь, что ты нормально долетела, потому что я такую легенду ему придумала, якобы мне нужно лететь в Россию, потому что... у меня там какая-то сделка, короче, и сейчас я на это его видео, что у меня там какая-то сделка, мне нужно срочно лететь в Россию, и типа мы не сможем встретиться, он такой, о, ничего страшного, типа хорошего тебе полёта, я готов прилететь в Россию, типа там... я готов прилететь в... ой, ну вот он. Вот это его офис. Вот этот трой... Трой, который тоже немножко пишет, я как бы с ним переписываюсь, совсем уж эту ситуацию не отпускаю, потому что неизвестно, как сегодня хорошо, завтра плохо. Вот. Сейчас, сейчас...